Привет, друзья! Всех нас интересует, сколько же платит YouTube, сколько на самом деле зарабатывают блогеры. Я думаю, многие видели уже рейтинг, сколько платят топовым блогерам. Эти цифры нас обычно впечатляют, но для нас они говорят не так уж и много, потому что для того, чтобы стать топовым блогером, естественно, уходит очень много времени. А сколько будет платить YouTube вам, если вы будете снимать канал для себя, и в том числе в разных нишах при разном количестве просмотров. Вот это интересно в том случае, если вы начинающий автор или только планируете начать свой канал. А если да, то обязательно жмите на колокольчик, потому что на этом канале мы обсуждаем, как расти на YouTube быстрее и как снимать видео для YouTube, что вам для этого понадобится. Так вот, сегодня я сделал подборочку. Это небольшая подборка из различных каналов с примерами того, сколько может заплатить реальный YouTube реальным блогерам, реальным начинающим авторам. Не топ-звездам, а вот таким же, как, возможно, и вы. И давайте приступать. Смотрите, канал номер один. Написал мне его автор Facebook. Я его не буду представлять этого автора, но скажу, что канал называется «МФО СВ Сирибан». Это какое-то очень сложное название, прежде всего. Но, судя по картинкам, судя по самому каналу, я хочу сказать, что это канал довольно удивительной тематики. Я таких раньше особо не встречал, хотя уже консультирую многих блогеров, но, по крайней мере, возможно, именно такие каналы мне не попадались на глаза. Это канал, который показывает общение с коллекторами, общение с теми, кто звонит вам из различных финансовых организаций, которые требуют от вас вернуть долг. И вот он с ними общается, и чаще всего это, конечно, превращается в какую-то перебранку с коллекторами. А другие люди, которые хотят такое смотреть, которые тоже наверняка попадали в такие же ситуации, судя по комментариям, я открывал некоторые ролики, они, в общем-то, им это отзывается. И вот на канале в основном 800, 1700 просмотров, 1000. Собственно, ну, как для начинающего канала, у которого всего 2000 подписчиков, очень даже и неплохая ситуация. Но мы видим, что картинки для видео нужно прокачивать, в видео, в самих, многие спрашивают, почему вы не показываете свое лицо, ну, или, по крайней мере, что-то. И то есть идет какая-то заставка, которая, собственно, нам ни о чем не говорит и ничего не показывает. Если бы было видно хотя бы часть, ну, фигуры этого человека, может быть, со спины себя снимать, это было бы интереснее и качественнее. А так мы смотрим на какую-то картинку и слушаем, по сути, только голос аудиотекстом. Ну, автор категорически против того, чтобы себя показывать. Я так понимаю, что он пытается сохранить при этом свою такую приватность таким образом. Если посмотреть на теги, то, в общем-то, теги здесь по теме. Да, они немножко здесь, в том числе, странно собраны, потому что есть теги, которые, ну, не очень понятно, к чему они. Но в целом, в целом они соответствуют заявленной теме и являются тегами широкими. Узких тегов здесь особо нет, но, возможно, это связано именно с тематикой, потому что в этой тематике в целом довольно, наверное, узких тегов очень-очень мало. И как вы думаете, сколько же должен зарабатывать такой канал, который набирает примерно по тысяче просмотров на каждом видео или около того? Вы можете предположить, можно даже такое разыграть викторину с вами, предположить в комментариях, сколько зарабатывает подобный, подобный может канал. А я вам сейчас покажу реальные цифры, чтобы вы понимали, возможно, вам тоже это будет интересно или, наоборот, неинтересно. Канал о кредитах и заемщиках. Да, автор не показывает свое лицо, но дает слушать, как ему звонят. Это я сделал пометку себе перед тем, как записывать это видео. Так вот, автор говорит, что он уже зарабатывает 35 долларов. Вот его скрин аналитики, то есть вы видите, при менее 2000 подписчиков уже 35 долларов. Почему же так происходит? Дело в том, что для такого канала и с таким маленьким количеством просмотров, если сравнивать с другими каналами, это достаточно неплохой, в общем-то, доход. Но дело в том, что у него в тегах изначально прописано профинансовые продукты, то есть я так понимаю, что компании, которые рекламируют свои финансовые продукты, они готовы платить даже за небольшое количество просмотров, чтобы люди такое смотрели и, возможно, заказывали у них различные услуги. Поэтому, при том, что всего 300 подписчиков у нас за месяц пришло, то есть это немного, но уже 35 долларов вот такой вот канал может приносить в месяц. Ну, такая, скажем, маленькая, но приятная прибавочка, скажем, вам на кофе или где-то выйти прогуляться. Следующий канал – это уже более популярная тематика. Ко мне очень много на консультации записываются кулинарные каналы. И вот один из таких каналов – канал «Мужик на кухне». Очень много роликов у него про мясо на огне. Зовут автора Владимир, он из Днепропетровской области написал мне. И сейчас покажу вам, как выглядит непосредственно этот канал. У нас очень такая, скажем, любительская шапка. Для 23, уже почти 24 тысяч подписчиков уже можно было бы шапочку-то, собственно, прокачать. То есть она напоминает скорее такое, ну, как бы самое начало, самый старт для блогера. Уже стоит делать немножко получше. Также мы видим, что вот эти вот картинки для видео, у них есть нюанс в том, что в них много мелких элементов. С одной стороны, они достаточно яркие, они привлекают внимание. Здесь насыщенность повышена, видно по красным элементам. Например, вот по этой рубашке там или футболке, или вот по платью. То есть пытаются, чтобы картинки привлекали внимание своей яркостью, но элементов достаточно много мелких. При этом, как мы видим, несмотря на то, что 24 тысячи подписчиков, неплохо идут просмотры на этом канале. Видите, 24 тысячи просмотров, 22 тысячи, 34. Ну, есть 6. Видимо, какое-то видео не удалось, 3 тысячи, да? То есть иногда меняется. А мы можем посмотреть, посмотрите, вот какой прекрасный пример при этом здесь есть. Такое мясо должен попробовать каждый 887 тысяч просмотров за 3 месяца. Это очень хороший результат. И, в общем-то, обидно, я не знаю, какая там точная конверсия, но обидно, если это видео в итоге малоконверсионное и приводит не так хорошо к подписчикам. Мне кажется, что на таком канале, где достаточно много просмотров, подписчиков, может быть, больше, это значит, что, возможно, автор что-то все-таки, несмотря на то, что людям нравится, они смотрятся, но почему-то они не подписываются. Нужно сделать что-то, чтобы они подписывались. Ну, а что это, собственно, надо уже анализировать видео. Кстати, можем посмотреть, какие же здесь теги использовал автор и немножечко пролистать этот ролик. Собственно, интересно, сколько же такой канал в итоге зарабатывает, потому что просмотров достаточно много для начинающего автора. Ну, если мы говорим про начинающих авторов, если не про крупных каналов, конечно же. Итак, теги, вы видите, здесь в поиске нет. То есть мы понимаем, что эти просмотры у нас, скорее всего, пришли из рекомендованных. Рецепт шашлыка, да, из тандыра. Итак, сколько же может зарабатывать такой автор? Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы думаете, какое у вас мнение, какие доходы у человека. И вот я вам покажу несколько скринов. Он отправил более подробные скрины, чем предыдущий автор. Он показывает, что расчетный доход за 28 дней составляет 316 долларов. А при этом он вырос, этот доход, на 74%, если сравнивать с предыдущим периодом. То есть рост такой достаточно приятный. И для некоторых регионов, скажем, отдаленных, и для людей некоторых профессий, это такая, может быть, даже месячная зарплата. Чего уж там скромничать. И вот, если мы, он отправил скрин за все время, если мы посмотрим, то автор за все время заработал 1635 долларов. В общем-то, тоже приятная прибавочка к зарплате однозначно. Я так думаю, что автор еще чем-то занимается. И вот еще интересно, что у нас есть доход по месяцам. За ноябрь 382 доллара, декабрь 236. Вот была просадочка в январе, но это естественно, потому что в январе, в общем-то, январские праздники, наверное, не смотрели. Но дальше, как вы видите, начало, опять же, вот расти. И неплохо, неплохо идут доходы у автора. Для кулинарных каналов это показатель, да, что такая тематика, она может быть интересна. И автора я хотел бы похвалить, потому что, ну, такое большое количество просмотров при таких подписчиках, скорее всего, говорит о том, что видео сами-то интересные и качественные. Но нужно агитировать людей и призывать, придумывать, что сделать для того, чтобы они подписались. Пойдемте дальше. Следующий у нас автор – это Федор. Он написал мне, что в Фейсбуке написал, что доход сейчас упал почти вдвое у него по сравнению с предыдущим периодом. Канал небольшой, довольно странное название – Carol On, которое, собственно, нам с вами ни о чем не говорит. Если вы думаете, как правильно назвать канал, а при двух с половиной тысячах подписчиков еще не поздно что-то поменять, я бы так сказал, то, возможно, стоит посмотреть мой ролик, как назвать канал. Там куча методов. Вот этот метод, так называть канал, он, мне кажется, определенно для вас может быть не лучшим. Но давайте посмотрим канал, чтобы вы увидели, что сейчас на нем происходит. Итак, вот мы попали на этот канал, и мы видим, что, судя по шапке, это авто, техника, DIY. Но какое авто, какая техника, и кто такой Carol, и почему его нужно включить, мы не знаем. Показаны какие-то огромные колеса, какие-то запчасти похожие на, я думаю, коробку передач. Это уже двигатель у нас, собственно, но все это какое-то нагромождение серое, ржавое, не привлекает внимания. Шапка выглядит по-любительски. Советовал бы вам обратиться к дизайнеру, чтобы он вам все-таки нарисовал уже шапку современную. Это не так дорого стоит, но будет действенно. То же самое у нас касается логотипа, в котором мы не можем рассмотреть лицо, потому что там на фоне находится еще какой-то мусор. Если я вот так вот увеличу, то, в общем-то, этот мусор можно будет рассмотреть, а вот так, ну, и он превращается не в мусор, но так никто делать не будет, если увеличивать логотип. Дальше заходим в видео, и мы видим, что у автора плохо с просмотрами ситуация обстоит. А прежде всего она обстоит плохо, потому что на канале очень много различной тематики роликов, и для всех сложно понять, о чем этот канал, плюс видео очень разной длительности, что для этой тематики тоже, в общем-то, будет мешать и тормозить его. С картинками вы сами видите, какая ситуация, да, даже если сравнивать с предыдущими каналами, разница очевидна. И также, если мы зайдем в какие-то видео, то по качеству картинки у меня тоже есть претензии, конечно же. Поэтому я бы на вашем месте, да, ну, вот эти вот лампочки, огромные лампочки размером с вашу голову, они, конечно, выглядят очень-очень дивно. Вы не обижайтесь на меня, я бы хотел, чтобы ваш канал на самом деле стал более качественным, если вы меня смотрите. Если нужна будет помощь, я могу подсказать вам, что делать и как на консультации. Мы видим, что теги у нас абсолютно не по теме этого видео, совершенно теги в разнобой, непонятно о чем, поэтому неудивительно, что с просмотрами также есть проблемы, как и с заголовком, в общем-то, тоже. Итак, на канале Кэролл классно, что уже есть 2500 подписчиков, это, в общем-то, показатель того, что даже несмотря на то, что на канале много ошибок, все равно можно набирать подписчиков, и их будет больше, чем 10, 20, 30 и 100. При этом с просмотрами, да, ситуация не очень хорошая, и с темами тоже сложности пока на этом канале. К сожалению, желаю вам, чтобы ваш канал рост, и чтобы вы больше разбирались именно в том, как стоит вести канал, потому что сейчас знание очевидно на каком-то таком очень базовом уровне. Сами напишите, как вы считаете, сколько такой канал может зарабатывать в комментариях, может быть, вам интересно, посмотрите, какие другие комментарии оставил на эту тему. Но ситуация вот какая. Канал этот приносит 34 доллара в месяц, что для такого количества просмотров, в общем-то, тоже неплохо на самом деле. Но нужно признать, что здесь уже большое количество роликов, и вероятно, что какие-то ролики, которые за время, вот они там набирают 264 тысячи, 265, 74 тысячи, да, то есть какие-то ролики заходили даже несмотря на то, что здесь полная каша в темах. И, наверное, они когда-то приносили, а сейчас они, в общем-то, не приносят особо ничего, и доход поэтому падает. Так что на старых роликах мы набираем вот в этой ситуации 35 долларов, а на новых роликах уже ничего не набираем, и, естественно, старые ролики постепенно теряют актуальность, и заработок падает. Ну, такая вот реальность. Канал номер 4. Пишет мне автор. Добрый день, у меня музыкально-образовательный канал. Видите, это уже совершенно другая ниша. Интересно, сколько же они зарабатывают в этой ситуации. И тут я открываю, и был приятно удивлен этим каналом, потому что большинство каналов, которые мне, ну, решили поделиться со мной своим заработком, это каналы небольшие. Естественно, ну, это основная масса, кто смотрит мои ролики. Мои ролики, мои видео также смотрят и каналы по 800 тысяч, по 500 тысяч. Я знаю этих авторов. И вот тоже неплохой очень пример. Канал уже, который перевалил за 100 тысяч, уже есть галочка. При том, что это канал музыкальный. В общем-то, все прошло нормально с верификацией. И девочка напевает сама музыку известных исполнителей, делает какие-то каверы, пишет вот просто песни из ТикТока, мелкая с гитарой на укулеле и так далее. Естественно, это для тех, кто пользуется ТикТоком. То есть, в первую очередь, это для молодых авторов, для молодых зрителей, ну, авторов песен, возможно, тех, кто играет или хочет послушать. Я слушал, открывал несколько роликов девочки. И хочу сказать, что она хорошо очень работает с аудиторией. Как видите, просмотров у нее не так уж и много при 133 тысячи. Ну, есть ролики по 5 тысяч просмотров, есть ролики и меньше. Меньше, хотя, мне кажется, что нет, наверное, меньше нет. Ну, вот да, вот было видео какое-то не зашкло, но 2,5 тысячи, 1800 просмотров. Ну, основная масса, конечно, больше, чем 5 тысяч, то есть это около в среднем 10 тысяч просмотров. Что такая средняя температура по больнице, ну, могло бы быть и лучше. Мне нравится, как сделаны картинки для видео, они сделаны дизайнерами, я так догадываюсь, вряд ли она сама это рисует. Раньше картинки были попроще, подешевле, да. Произошло не так давно, вот месяца 4 назад, видимо, нашелся новый дизайнер, который начал рисовать картинки, и они стали современнее, будем откровенны говорить. При этом, ну, нужно, конечно, это мое субъективное мнение тут в этом случае, CTR тоже стоит оценивать, времени уже достаточно прошло, были ли те картинки более читаемые, потому что вот дизайн мне нравится у новых больше, но, возможно, у них немножко менее читабельный текст, хотя они выглядят более современными. По поводу девочки, основная претензия к этому каналу у меня была именно к звуку. На удивление, уже 130 тысяч подписчиков, то есть это серьезный канал, но есть проблемы с качеством звука, на удивление. Скорее всего, у нее неплохой, может быть, даже микрофон, но то помещение, в котором она записывает, не подходит, видимо, для записи. Это значит, что в помещении нужно сделать что-то, чтобы качество было лучше. Возможно, микрофон стоит ставить ближе. Если микрофон недостаточно качественный, то уже стоит купить профессиональное оборудование. Например, я делал обзор на Zoom H5, он бы в этом случае вполне бы подошел. Если вы музыкант и вам нужен профессиональный звукозаписывающий прибор, то можете посмотреть мой обзор на канале, там найдете мои описания на эту тему. Zoom H5 или 6 можно купить. Я сейчас сам пользуюсь 6. Это то, что, скорее всего, сделает звук уже лучше, но самого микрофона никогда не достаточно для того, чтобы получить хороший звук. Нужно еще, чтобы у вас было хорошее помещение, особенно для музыки, особенно. Итак, мы видим теги, и теги тут достаточно специфические, как по мне. Но, возможно, автор просто настолько уже глубоко в теме, что она чувствует, что эти теги заходят, исходя из конкурентов. Как по мне, они выглядят немножечко странно. С другой стороны, а почему бы и нет? Вероятно, есть такое количество зрителей, которые хотят смотреть просто укулеле, и они ищут это. Видимо, да. Видимо, таких достаточно. Напишите мне в комментариях, знаете ли вы вообще, что такое укулеле. Итак, как вы думаете, напишите тоже в комментариях, сколько же должна зарабатывать девочка Даша Кирпич, у которой уже есть галочка 133 тысячи подписчиков. В общем-то, хороший, качественный канал, который активно и понимает, как общаться со зрителем, делает это интересно, играет на свои укулеле, я думаю, достаточно хорошо. Сколько она должна зарабатывать? Давайте посмотрим. И вот у нас ее доход. Зарабатывает она 300 долларов в месяц. Для сравнения, 300 долларов в месяц зарабатывает такой канал, у которого 133 тысячи подписчиков. И также можем посмотреть мужик на кухне, который зарабатывает тоже около 300 долларов. Ну, здесь были, конечно, периоды поменьше предыдущие месяцы. Ну, в общем-то, на этот доход тоже вышел. То есть, вы видите, Даша, я уверен, что очень старается, вкладывает душу, тратит очень много своего времени на это. Но мне кажется, что доход, в принципе, мог бы быть и повыше. А дело в том, что я думаю, что на такой тематике, для такой аудитории сложнее зарабатывать, чем на тематике кулинарии, хотя сама тематика кулинарии более конкурентная. Итак, друзья, я надеюсь, что вы тоже мне отправите в социальных сетях информацию о своем заработке, скринные свои и ссылки на свои каналы, если хотите, чтобы я также посмотрел. И, возможно, вы попадете в один из следующих обзоров. Если вам нужна помощь в развитии YouTube-канала, также мне пишите в социальных сетях. У меня есть обучение в виде тренинга. И также есть консультации разовые. Увидимся в следующих роликах.